Ну, тогда, видимо, мне придется... Или, Тань, вы, может, скажете какое-то слово золотое, проречете? Да я просто хочу сказать, что я всех безумно рада видеть на нашей школе молодого ученого, и мы очень благодарны Марии Равильевне за то, что она нас поддерживает, потому что это, ну, действительно такое благое дело, миссионерское, и мне кажется, оно приносит нам всем огромное удовольствие, и студентам, и преподавателям, то, что мы получили такую вот возможность учиться у самых лучших из лучших, вот, поэтому огромное спасибо прежде всего вам, что вы на нас потратили столько сил и энергии, на наших тоже ребят, на наших будущих ученых, на поколение следующее, вот, и я думаю, что по традиции, вот мы в прошлом году, ну, можно так сказать, вошли в эту тему цветочную, теперь мы ее продолжаем, и это такое уже становится традицией, надеюсь, в следующем году май как раз-таки опять тоже завершится такой прекрасной нотой цветочной, когда пришла весна, наконец-то практически во все регионы, и вот нас радуют еще и такие чудесные доклады, вот, спасибо большое, передаю слово Марии Равильевне. Ну, вот как я сказала, что Татьяна Владимировна скажет золотое слово, она его и сказала. Я абсолютно согласна поддерживать дальше эту периодичность, раз в год говорить про цветы, потому что, собственно, ну, вот молодые ученые у нас, так сказать, сегодня, по крайней мере, одна из заявленных докладчик сегодня присутствует, ну, второе там обстоятельства, которые могут ей помешать, но, тем не менее, я знаю, что она тоже доклад свой приготовила. Вот, а я вам буду рассказывать историю, можно сказать, которая началась ровно год назад на прошлом нашем заседании, посвященном языку цветов, потому что тема вот нынешней истории моей была подсказана как раз Екатерины Вячеславовны Егоровой, которая, наверное, вот застряла на этой самой кафедре, потому что она в прошлый раз присутствовала на моем докладе и после доклада показала мне коробочку с карточками игры, которая называется «Флирт цветов». Ну, на самом деле, я об этом флирте цветов слышала немного раньше, потому что я не первый год занимаюсь языком цветов, ну, и в разных местах иногда делаю доклады. И вот моя пермская коллега, прослушав доклад, а потом отправившись в отпуск, из этого отпуска написал мне пламенное письмо с таким содержанием, что вы представляете, что случилось? Ну, у меня первая мысль, кто-то помер. Нет, слава богу, никто не помер. Она поехала в отпуск, пришла в Чердынский краеведческий музей, а там экспозиция «Быт купечества». И на маленьком столике у окна, где обычно, значит, на карточном столике, где обычно сидят дамы, там вышивают, разговаривают, значит, лежат карточки с названиями цветов и приданными им предложениями. И вот когда она это увидела, она мне в тот же день написала, что она это увидела. И я узнала, что эта игра, в принципе, существует. Но мне казалось, как бы я не знала, что она существует еще и реально в пространстве. И вот когда Екатерина Вячеславовна так любезно мне показала вот эту самую коробочку, я бросилась искать эту игру. И насобирала аж шесть вариантов. Вот сейчас седьмой едет из Екатеринбурга. Значит, как оказалось, вот тот язык цветов в том виде, в котором я его понимала и, так сказать, изучаю уже много лет, имеет к игре флир цветов довольно мало отношения. Ну, некое эхо между значениями цветов в литературном языке цветов и значениями цветов на карточках все-таки есть. Но если не знать литературный язык цветов, то это эхо можно просто и не уловить. Ну, когда это эхо будет возникать, я вам буду рассказывать. Ну, когда я набрала какое-то количество карточек, причем довольно сложно это было собирать, я решила узнать побольше об этой игре, потому что нигде ничего не написано, как водится. И мне пришлось, так сказать, меня вывели на реконструкторов балов. У нас сейчас такая мода, что реконструируют балы, и люди действительно покупают или берут на прокат костюмы определенной эпохи и разучивают танцы, и на балах танцуют. Вот нашелся несчастный реконструктор балов, в которого я вцепилась, и мы с ним эту тему обсудили. И он, по его мнению, игра флирт цветов возникла в связи с балами. Потому что надо сказать, что когда вот эту игру флирт цветов уже в наше время переиздавали, реконструкторы постарались эту игру внедрить вот в эти реконструируемые балы. Потому что, ну, приходят туда люди разные, они друг друга не знают. Тренировка у них никак в 19 веке, то есть там с вечера до утра танцевать они не могут. То есть время от времени их надо собирать, везти в комнату с чаем. Ну, и они там сидят как болванчики, потому что они знакомы. И вот игра флирт цветов должна была их как-то всех оживить и познакомить. Так вот, эта игра связана с так называемыми балами-котильонами. Что такое бал-котильон? Мне пришлось и в это залезать. Значит, котильон – это бал, который состоит из ряда танцевальных номеров, как бы из ряда танцев, но и каждый танец связан еще с какой-то деятельностью, с какой-то игрой. И вот, то есть это сочетание танцев и игр. Причем в играх использовались так называемые аксессуары. И вот сейчас как раз наши реконструкторы в основном реконструируют балы рубежа веков, то есть конца 19-го, начала 20-го. Ну, как бы это ближе нам и по танцам тоже. И вот именно в это время котильон с аксессуарами был очень распространен. Что же это такое? То есть вот пример, описание. Значит, часть котильона был такой танцевальный номер «Променад». То есть пары красивой процессии шли по залу. Но как эти пары соединялись? Вот в описаниях балов говорится так. «Кавалер-распорядитель и его дама, обходя в разные друг от друга стороны круг танцующих, раздают им флаги на разных национальных цветов. Получившие отыскивают себе пару и идут произвольным променадом». Ну, то есть вот красиво идут по залу. Потому что написано, что даже красиво подать руку партнерши – это тоже искусство. Также была и игра карты, которая была частью этих котильонов. И уже вот по самому названию эта игра карты ближе к тому, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Вот этим картам в котильоне соответствовали вальс, мазурка или полька. То есть любой танец мог вот с этими картами связываться. Как же, при чем же тут карты? Значит, «Кавалер-распорядитель» брал колоду игральных карт, вынимал оттуда четыре дамы, ну и каким-то четырем дамам по даме давал. При этом его дама вынимала из этой же колоды четырех королей и давала четырем джентльменам. После этого, значит, граждане выбранные должны были искать свою пару по карточной масти и с нею уже танцевать. Значит, джентльмен, значит, король пик танцевал с дамой пик, король червей с дамой червей. Ну и вот так вот складывалась вот такая вот, ну, вот какой-то такой танцевальный номер. Интересно, что вот эти значки самые разные, ну, не только игральные карты, но и какие-то значки, которые прикреплялись к одежде, назывались котельонки. Это, опять же, я узнала от этого реконструктора баллов, а он от старушки, у которой такие котельонки сохранились. То есть это называется аутентичное название. Вот, и сейчас я вам покажу, значит, на современных балах тоже есть котельонки. И сейчас я вам, значит, сейчас будем уже и смотреть разные картинки. Так, а почему они не получаются? Так, а вот, сейчас они у нас получатся. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Слайд шоу. Сейчас мы себя немножечко задерем туда. Вот, вот какие у нас современные котельонки. Вот такую бутоньерку увешают, значит, на джентльмена, к даме привязывают браслетик, и на современных балах дамы и кавалер могут вот так вот себя, так сказать, узнать, кто с кем связан. Ну, как играют эту игру? Ну, если бы здесь была Екатерина Вячеславовна, может быть, мне бы и не стоило так углубляться. Но Екатерина Вячеславовна нет, поэтому я вам буду рассказывать, как в эту игру играют. Эта игра действительно наподобие карточной для смешанного общества. Определенное количество карт в колоде. У меня, вот, например, первая колода, которую я купила, состояла из двух пачек по 50 карт. 50 карт, то есть вот две одинаковые пачки. Значит, карты раздаются играющими. Ну, тут, может быть, какое угодно число, хоть 100 человек, тогда каждому хотя бы одна карточка достается. Значит, эти карты у нас вот так выглядят. Одна сторона, так сказать, рубашка, а другая сторона с текстом. Карты 9 на 13 сантиметров, достаточно большая площадь, чтобы поместилось 16-17 фраз, в зависимости от того, насколько они длинные. Тот, кто хочет завязать с кем-то диалог, выбирает цветок из списка, не читая предложение, подает карту тому, с кем он хочет поговорить, и просто называет цветок. Вот сейчас я вам покажу эту карту в увеличении. Сейчас мы немножко нас... А, тут нас уже и не сдвинешь. Вот, допустим, лилия. Я буду ждать и надеяться. Вы передаете карту какому-то человеку и произносите лилия. Он читает вашу фразу и в своих картах ищет ответ. При этом он, ну, допустим, он вам подает карту и говорит, астра, это уже не ново. Причем никто не знает, что именно этот человек вам сказал. Почему? Потому что каждому цветку соответствует в колоде несколько названий. Вот интересно, что... Несколько предложений. Интересно, что эта игра действительно появилась, как бы о ней сведения появились в начале 20 века. Самое раннее упоминание о ней в 1905 год. Но она, конечно, существовала и раньше. И попадала не только в мемуары, но и в литературу, так сказать, современную литературу того времени. Вот была такая гимназическая учительница по фамилии Веридарская. Она страшно мечтала о литературной славе. Ну и, соответственно, пописывала филеетончики в дамские журналы. И, кстати, небесталанные филеетончики. И вот в 1913 году она написала такой филеетон «Флирт цветов». И я вам оттуда зачту цитату, из которой будет еще более ясно, как, так сказать, в какой атмосфере происходила эта игра. Так, цитата. «Хозяйка дома страдает. Видно по лицу, что один башмак невыносимо жмет ей ногу. А тут блестящий офицер наклонился и шепчет нежно. Лилия, давно ли вы такая?» Хозяйка отвечает не глядя. «Иммортель. Когда бы от радного сомнения лишилась я, то разве вынесла мучение душа моя?» Действительно, сомнения обуревают несчастную голову. И она с тоской думает, досидеть ли до конца ужина в этих башмаках или придется найти другие. Ну, немножко сокращаю цитату. Там офицер продолжает за хозяйкой дома ухаживать. Ей очень хочется его отправить куда подали, хоть к любой даме, но она хозяйка дома, это неприлично. И вместо того, чтобы его отправить, она мило улыбается и игриво протягивает фиалку. «Взгляни на смертельную борьбу души истерзанной волнением». Ну, поскольку на лице у нее написано, что ей не очень хорошо, то действительно и лицо совпадает с тем, что она подает своему собеседнику. И в этом же филеетоне Веридарская дает эмористическую характеристику этой игре. «Флирт цветов – это самая остроумная и увлекательная игра. Вы можете кого угодно безнаказанно вырубать, можете одновременно пятерым объясниться в любви и не быть ни пойманной, ни даже обвенчанной. А хозяйка спокойно может предоставить гостей самим себе и не руководить разговором». И вот если мы вернемся к этой большой цитате, которую я вам зачитала, то мы обнаружим, что действительно хозяйка и офицер обмениваются фразами. Причем ясно, что название цветов они называют вслух, а каждый из них читает на карточке то, что этому цветку соответствует. Так вот, хозяйка отвечает офицеру в первый раз явно стихами. Что же это за стихи? Это измененная цитата из Ариоза Германа из оперы «Пиковой дамы». «Когда от радного сомнения лишился я, то разве вынесла мучение душа моя?» Ну, тут местоимение мужского рода поменяли на местоимение женского рода и прекрасно все работает. Более того, и второй ответ «Дамы», который соответствует «Фиалке», тоже взят из той же оперы, которая пользовалась, судя по всему, бешеным успехам у образованных и, может быть, не очень образованных людей рубежа 19-20 века в России. Но вот во втором случае цитата сильно изменена, ее скорее угадываешь, чем определяешь. «Взгляни на смертельную борьбу души истерзанной волнением». Но если мы обратимся к Либретто, то обнаружим вот какой текст. «Взгляни с высот небесных рая на смертную борьбу души истерзанной мучения». Ну, а в отличие от поэтических фраз, которые выбирает хозяйка, офицеру, как вы помните, достается вполне разговорная фраза. Ну, естественно, когда человек делает какое-то исследование, а получилось именно исследование, то, естественно, стоит поговорить и о материале этого исследования. Как я вам сказала, я взяла след, увидев эту коробочку в руках Екатерины Вячеславной, и по этому следу побежала, побежала, собрала шесть колод, седьмая едет. Причем, это шесть колод разной полноты. Интересно, что флирт цветов переиздавали в одном варианте два раза, это 2011-2013 год, и в другом варианте переиздали в 2019 году. Но сохранились и букинистические наборы, обычно они сильно потрепанные, очень неполные, ну, конечно, у них нет никаких коробочек, никаких в большинстве своем упоминаний о том, когда они были изданы или где куплены. Самый ранний набор, который мне удалось раздобыть, происходит из города Краснодара. Вот он здесь, город Краснодар, вы видите. Но интересно, что его, продавец его датировал, 903 год. Между Краснодаром 903 года и Коломной 2019 года очень много схождений, но одни и те же цитаты соотносятся с разными цветами, то есть это не один набор, а просто некий какой-то некий единый источник, можем сказать. Следующая пара это город Химки под Москвой и город Ковров Владимирской области. О картах города Коврова я узнала этой зимой, когда на три дня сделала себе отпуск и вот по следу из музея Старый Владимир дошла до музея города Коврова, откуда мне эти карты и прислали. Между Химками и Ковровом тоже есть много схождений, но судя по всему Ковров это позднее, очень поздние карточки и там цитат гораздо меньше, ну и это довольно разрозненный набор, а вот чердынь Пермского края это набор отстоящий от всех по своему содержанию. Интересно, что чердынский набор можно датировать 905-906 год. То есть как бы в принципе я бы сказала, что у нас есть три даты 903 год, примерно 905-906 и где-нибудь скажем 916. Сложность работы с такими источниками состоит в том, что это явление массовой культуры. Никто вообще не ожидал, что эти карточки надо будет сохранять, как-то записывать место и год издания. Это был просто расхожий материал, как обычные игральные карты. Поэтому большинство комплектов абсолютно неполные. Родство можно установить только по содержанию. содержание это как раз основа для датировки карточек. На карточках есть цитаты из художественной литературы и соответственно дата создания самого позднего во времени произведения становится той датой, раньше которой карточки появиться никак не могли. Ну и стоит, конечно, прибавить какое-то время на ознакомление читающей публики с новым произведением. Почему, допустим, Чердынский вариант, на мой взгляд, это может быть конец 905-906 год, вот как-нибудь так. Как пишет, как я уже говорила, как пишет Веридарская, играя в эту игру, человек чувствуется в безопасности, может что угодно кому угодно сказать, потому что никто не догадывается, о чем вы ведете разговор, даже если вы вслух называете какой-то цветок. Дело в том, что, как я уже сказала, у одного цветка может быть несколько значений внутри колоды, и они попадаются на разных карточках. Ну вот роза, что называется, самый известный цветок языка цветов, и один из распространенных цветов в флирте. Вот какие внутри набора из Коврова, в наборе из Коврова есть значение. Будьте хоть раз откровенны, сам не знаю, ну что же делать, трудно тайну женщинам хранить, напрасно, вам не все ли равно, и так далее, тому подобное, вплоть до цитаты. Это цитата из Тамбовской казначейшей Лермонтова. Давно разрешено сомнение, что любопытен женский пол. То есть, если вы ведете диалог с кем-то и называете этому человеку Розу, то, допустим, какому-то другому своему собеседнику вы тоже можете назвать Розу, но ни один из них не догадается, что именно вы каждому из них сказали. То есть, каждый получит свое, но они не будут знать, о чем вы с ними разговариваете. Ну, обычно эти карты картинок не имеют, но я нашла в интернете видимо, какой-то самый-самый ранний вариант этой игры. Как вы видите, здесь не только показаны карточки с текстом, но и карточки с картинками. И я тут очень надрывалась, но все-таки прочла, что здесь над и под картинками написано. Роза желтая ревность. Внизу написано не люби красивых будешь ну, видимо, ревновать. олеандр все на свете изменяется, страста цвета не плачь дитя. видимо, страсть, страдание связывается со значением с пожеланием не плакать. Эти карточки, как вы видите, все-таки имеют связь с литературным языком цветов, потому что та же желтая роза всегда в литературном языке цветов имела отрицательное значение. И ревность, и измена, какие-то неприятные вещи. Но я вот видела только эти карточки в интернете. Все мои пока поиски успехом не увенчались. То есть я их ни в руках не держала, ни с хозяевами не говорила. Но в любом случае 1882 год это время, когда появляются списки языка цветов русского, причем списки, которые не имеют связи с литературной традицией, ни с Азнабишинской традицией 1830 года. Азнабишин перевел и очень расширил немецкий, немецкую книжечку по языку цветов, ни с книжечкой 1849 года, которые были явные английские источники. Это были уже абсолютно самостоятельные списки. И вот в этом году, в 1882 вышло две книги. Одна называется «Дамский сборник» или «Настольная книга для дам и девиц». Ее написала Александра Константиновна Буринская, такой специалист по этикету. У нее даже был какой-то магазинчик, где можно было котельонки купить, вообще все для бала, что называется. И там же она в разделе «Условные языки» она опубликовала язык цветов. У Буринской желтая роза толкуется как неверность, но в принципе имеет такое же значение, такой же имеет оттенок, как и ревность. Алеандр первое признание в любви у нее значит. Действительно, вот она карточки все в мире приходящих. «Первую любовь», как известно, самое нестойкое чувство, но «Остроста цвета» еще в этом сборничке нет, в этом списке нет. И в этом же году выходит вот какая забавная книжка «Вопросы и ответы» с приложением «Изыка цветов и нумеров к игре». Автор некий Смольянинов или Смольянинов, я пыталась его найти, тоже пока совершенно безуспешно. Собственно, вся игра состоит из вопросов, на которые играющие должны открыто давать ответы, но вот это приложение языков, языка цветов на самом деле представляет собой такие списки цветов со значениями, которые девицы-дамы и джентльмены должны надевать на себя эти цветы, когда они играют в эту игру. То есть тоже что-то вроде этих котельонок. Сейчас я вам покажу эту страничку поближе. Вот, допустим, здесь видите желтая роза супружеская любовь. То есть тут уже совершенно переосмысление желтой розы. Розовая роза эмблема развития красоты, то есть расцветающей красоты. Ну и вот тут некоторые названия трудно опознать, а некоторые вполне можно. Например, полынь эмблема сердечных забот, но она так и есть в литературном языке цветов, левкой символ роскоши, базилик нежелания любить и так далее и тому подобное. То есть, видимо, действительно изготавливались какие-то значки с изображением этих растений, поскольку всех учили рисовать, наверное, заготовить такие значки было просто. И вот тогда можно было, наверное, говорить розовая роза, задаю вам такой-то вопрос. Человек отвечал. Ну, а следующий шаг это уже могут быть наши карты. Если мы вернемся к содержанию карточек, то обнаружим, что предложения, которые на них напечатаны, эти 16-17 штук делятся на несколько тематических групп. И это деление свойственно всем вариантам игры, несмотря на то, какое там содержание или возможная датировка. Значит, и первая, естественно, группа – это фразы повседневной речи. Вот, допустим, мальва. Это у нас чердынский вариант. Мальве соответствует вопросу, что остались с носом, человек, у которого в руках подсолнечник, может сказать «Напротив, я счастлив». Или можно вообще употребить коротенькую фразу, сказав «Клевер», а ваш визави прочтет «Да, конечно». Вторая группа тоже достаточно интересная, я бы сказала, очень интересная. Это пословицы, поговорки и афоризмы. Вот та же чердынь, камелия, и от малой искры бывает большой пожар. Или пион, как тут говорить, когда не дадут рта отворить. Или гиацинт. Тут вообще пришел, увидел, победил. По латыни пока ни в одном варианте я пришел, увидел, победил, не нашла, хотя в некоторых вариантах есть французские фразы, например, «Алягер, кома, алягер», вот оно в одном из вариантов встречается по-французски. Значит, и уровень образования играющих и издателей был достаточно высок. Ну, а «Венни-Ви-Девица» в общем-то намекает на гимназическое образование. Интересно, что вот эта фраза «пришел, увидел, победил» встречается по крайней мере в трех комплектах, которые я проанализировала. Но им как бы этой фразе приданы разные цветы. В Ковровском варианте это «Дуванчик», в Краснодарском варианте это «Настурция». Причем текст оснабжен маленькой прибавочкой. Само по себе это предложение либо утвердительное «пришел, увидел, победил», либо «восклицание». А прибавочка в краснодарском варианте не так ли? И у нас получается вопрос «пришел, увидел, победил», не так ли? Такая прибавка к литературному тексту характерна именно для Ковровского варианта. Вот, например, «Левкой» имеет такое значение «Ты жизнь свою напрасно губишь, побольше хладнокровия». То есть даже можно, если слово «хладнокровие» растянуть, проскандировать, то мы обнаружим, что автор пытался достроить стихотворение. Первая часть фразы – это фрагмент либретто из оперы Чайковского «Вгений Онегин», ну, а вторая прибавка, которая подходит по смыслу. Ну, и вот с этой цитатой мы можем перейти уже к следующей очень интересной группе. Третья группа – это цитаты из романсов, причем романсов салонных, написанных известными композиторами, из оперных арий, из того, что мы называем городским романсом, жестоким романсом, из цыганских романсов. То есть вот эта группа позволяет нам посмотреть, что же пела молодежь на рубеже 19-20 века и до Октябрьской революции, что же пели молодые люди, когда собирались вместе. Ну, и вот у нас есть чердынский вариант, и здесь мы видим «Далию». «Далия» это как бы синонимическое название Георгина, но я думаю, что вы Георгин и так узнали, и «Далии» соответствует. «Ах, зачем твои глазки порою на меня так лукаво глядят?» Это роман с Мусорского 1866 года на слова Алексея Плещеева. А в оригинале эти строки звучат немного не так. «А зачем твои глазки порою на меня так сурово глядят?» Авторы все-таки изменили текст, но сохранили размер. Следующий романс цитата взята без изменений. «Ты в жизни разлюбишь-полюбишь, а я никого никогда». Это стихи Юлии Жадовской, русской поэтессы середины 19 века на слова, на музыку никого иного, как Александра Доргомурского, прямо скажем, достаточно известного композитора. Следующий очень забавный цветок «Не любить загубить жизнь молодую» это кусочек взят из популярной студенческой песни эпохи народников, то есть это 60-е годы 19 века, вот что пели тогда студенты. Первая строка этой песни «Наша жизнь коротка», и интересно, что вот здесь мы действительно можем услышать эхо литературного языка цветов. Дело в том, что «Алая гвоздика» стала цветком революции, как вы понимаете, только после 1917 года. В литературном языке цветов она означала пылкую, пламенную любовь, поэтому «Не любить загубить» значит жизнь молодую вполне к «Алой гвоздике» как такое значение вполне подходит. Интересно, что в чердынском варианте встречается и жестокий городской романс про девушку, которая зарезала своего неверного возлюбленного. Видимо, это тоже пели. «Мой взор не охлажден годами, читайте, в нем моя душа, она открыта перед вами, цветок резида». Я стала разыскивать этот романс, что даже мне было интересно, поют ли его сейчас. Оказалось, что за сто с хвостом лет он претерпел такие изменения, что он стал просто дворовой песней. Узнать, как бы увидеть, что это текст исходный можно, но это уже совсем другое произведение. А вот последний цветок, который я хочу вам показать, это ирис. из коломенского набора и тут прелестная цитата, знаете, увидел вас я в недобрый час, из знаменитейшего цыганского романса «Очи черные». То есть «Очи черные» тоже в гостиной пели. Ну и следующая группа, естественно, очень большая группа, это цитаты из художественной литературы, как поэзии, так и прозы. Причем составители игр, разных вариантов игры с цитатами работают. Практически никогда эти цитаты не бывают без изменений. Очень часто они меняются. И вот чердынский вариант «Оставь ты мне пленительный обман, когда я счастлива обману». колокольчики колокольчики». Это цитата, взятая без изменения, укороченные, немножко укороченные строки из стихотворения Петра Андреевича Вяземского к 1822 году, 200 лет назад. И полный текст, полный текст, относящийся к нашей цитате «Россей неведенье туман, меня сомнений мучить станут или нет, оставьте мне пленительный обман, когда я счастлива обманут». Фактически только одну из строк немножечко укоротили. Зато в следующей цитате мы встречаемся с изменением местоимения. «Без слез вам горе непонятно, без смеха радость не видна». Это слегка измененная цитата из стихотворения Некрасова «Я посетил твое кладбище». «В ошибках юность не вольна, без слез ей горе непонятно, без смеху радость не видна». Ну и вместо местоимения ей поставлено «Вам», но при этом, как вы видите, и стихотворный размер сохраняется, и цитату легко узнать. Бывают ситуации, когда нужны более серьезные перемены и их осуществуют, причем перемены грамматические. Вот тут вы видите «Астры», к которым привязана прелестная фраза «Знаете цену, но не знаете ценности» к своему полному изумлению. Я эту цитату просто проверяла, так сказать, без особой надежды на успех, но оказалось, что она взята из пьесы Оскара Уайлда «Веер леди Виндермир» и полный контекст такой, что такое циник. Человек, знающий всему цену, но не знающий ценности. Совершенно неудивительно, что вдруг во флирте цветов появляется цитата из Оскара Уайлда, рубеж 19-20 веков, это повальное им увлечение, его переводят, переводят и стихи, и пьесы, о нем пишут, и тут мне пришлось увидеть фотографию поэта Северянина, и я, что называется, глядела, не веря своим глазам, и не могла понять, это Северянин или все-таки Оскар Уайлд. Настолько Северянин обожал Оскара Уайлда, что он во всем ему подражал в одежде, в прическе, я уж не знаю, видимо, они все-таки даже и внешне были как-то похожи, поэтому он с удовольствием пожинал плоды своего подражания, а я с изумлением на все это взирала. Ну, случается изменение поэтического текста настолько, что меняется размер. Вот совершенно, казалось бы, невинный текст. Фуксия, надо расстаться, прощай, дорогая, голос твой милый, услышу, как дали. Все довольно невинно. На самом деле, это переделка фрагмента стихотворения Алексея Апухтина «Швейцарки». Надо сказать, что Алексей Апухтин довольно интересный поэт. Я вот как бы так к нему особо не обращалась, пока вот не влезла во флирт цветов. Интересно, что ритмическая структура его стихотворения абсолютно непривычна русскому уху. И издатели стали подгонять непривычную его строфу под то, к чему они привыкли. И таким размером написана популярнейшая студенческая песня девятнадцатого века «Вино». Автор Сребрянский. Интересно, что записи этого самого вина, но уже, так сказать, с другим названием «Быстро, как волны, все дни нашей жизни» можно даже сейчас найти в Ютьюбе. Вот. И вот если мы посмотрим, как поработали издатели. «Надо расстаться, прощай, дорогая, голос твой милый, услышу, когда-то». «Быстро, как волны, все дни нашей жизни», что часто короче помогили нам наш путь. То есть вот ритмическая структура практически одинаковая. А по-настоящему что было у Апухтина? Я вам прочту строфу. «Славно жилось бы, семья-то большая, часто под старую крышу входит нужда. Надо расстаться, прощай, дорогая, голос твой милый, услышу, вряд ли когда». И вот это для русского уха оказалось совершенно удивительным и непривычным, пришлось переделывать. Есть еще один способ обработки материала, добавления собственно текста к классическому. Вот я вам показывала Левкой с цитатой из либретта Евгения Онегина из дополнения. И вот, как я вам уже говорила, этот способ характерен для Коврова. И последняя группа, так называемые альбомные стишки. Дошли ли они до наших дней, я не знаю, но вот в моем детстве, может быть, в детстве, так сказать, ровесниц моих, а это где-то 70-е годы 20-го века, существовали такие песенники. То есть это были толстые тетрадки в клеенчатом переплете, куда девочки 12-14 лет записывали песни, наклеивали всякие красивые картиночки. И кроме песен, кстати, туда входили жестокие романсы про несчастную любовь в основном, еще туда включались различные афоризмы, четверостиши. В общем, на самом деле эти песенники это продолжение уездной барышни альбома. Вот это, так сказать, как Пушкин написал, уездной барышни альбом. Вот такие, значит, советские уездные барышни такие песенники делали. У меня у самой таких не было, но у знакомых было, я их видела. И вот в одной из карточек я встретила фрагмент, который сразу заставил меня вспомнить детство. Любовь, огонь, а сердце, порох, одна минута и пожар. Ну и действительно вот это такой альбомный стишок из альбома уездной барышни встречается в разных вариантах. В краснодарском варианте это жасмин, в ковровском варианте это хризантема. И все-таки какой-то стихотворный ритм там есть. Вот к 70-м годам 20-го века первая строка была изменена так, чтобы получился полноценный стишок из двух слов. Любовь, солома и сердце, жар, одна минута и пожар. Так что традиция на самом деле ничем прервана быть не смогла. И приведу еще один пример такого альбомного стишка тоже из чердыни. «Роза вянет от мороза ваша прелесть никогда». Ну, а полное, как вы видите, в полной, полностью этот стишок, как вы видите, звучит так. Вы прекрасны, словно роза, только разница одна. «Роза вянет от мороза, ваша прелесть никогда». Вот, почему я это называю, так сказать, альбомным стишком, потому что собственно источник это рассказ «Стефи Нюрочка». Вот за девушкой, дочерью, насколько я помню, полкового писаря ухаживает такой то ли мелкий чиновник, то ли приказчик. Вот он ей, значит, читает этот стишок. Я поэтому его полностью там и нашла. Ну, и как же все это можно обобщить? Вот у нас здесь на слайде три даты. Это три варианта игры, которые мне удалось проанализировать, потому что все эти игры написаны в старые, так сказать, напечатаны в старые орфографии. Никакой Эбби Ридер, даже 15-й, ничего расшифровать не может. Выходит абракадабра, то есть приходится все набивать руками, ну, и при этом еще проверять, что это за текст, откуда он взялся. Так вот, эти три варианта игры позволяют представить, как менялся круг чтения молодежи с начала 20-го века в течение 15-ти лет. Значит, Краснодарский вариант, 1903-й год, включает в себя самый поздний текст, это стихотворение Фетта, когда смущенный умолкаю, 1892-й год, то есть, так сказать, дата 1903-й год не противоречит последнему тексту. Чердынский вариант после 1905-го года явно был напечатан и предположительно в 1906-м может быть. Самый поздний автор – это поэтесса Полексена Соловьева. Ее сборник «Ини» был выпущен в 1905-м году. Ковровский вариант наиболее примитивен по составу, возможно, он был сделан под самую революцию, напечатан. Основанием для такой датировки может еще служить шрифт. Я спрашивала у специалистов по книге и они мне говорили, что таким шрифтом пользовались по крайней мере до 1919-го года. Шрифт очень необычный и достаточно редкий. Ну, как-то мы еще ничего о нем не раскопали. Так вот, что касается чтения. 1903-й год основа чтения – это произведение Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Крылова, Некрасова, причем стоит отметить, что из Пушкина помимо Евгения Онегина и участники игры, и, видимо, издатели могли опознать довольно широкий круг произведений. То есть это кроме Евгения Онегина, который всегда присутствует, это поэмы «Русалка», «Кавказский пленник», «Руслана Людмила», «Цыганы», различные стихотворения, ну, таким мало, так сказать, известные в наше время, как, например, «К Дориде» или «К Наталье». Ну, в школах их не проходит. Богат набор произведений Лермонтова, это «Демон», «Монго», «Мцири», «Песня про купца Калашникова», особенно «Маскарад». Вот в нашем, так сказать, в нашей нынешней культуре или культуре XX века советской и российской горе от ума было разорвано на цитаты. Так вот, «Маскарад» в этих карточках также весь раздерган на цитаты. Кроме того, что есть и горе от ума в цитатах, то есть и Лермонтовский «Маскарад», и горе от ума Грибоедова равно читали и равно кусочками узнавали. Из современных на тот момент поэтов можно назвать «Нацена» семь цитат, причем стихотворение «Завеса сброшена» дало три разных цитата. Ну, это такое душераздирающее стихотворение о том, как вероломно жить. Ну, видимо, молодым людям это было приятно. Несколько зарубежных авторов, в частности Фауст Гёте в переводе Холодковского, Байрон, и одна цитата из Генриха Гейна из стихотворения «Когда два сердца разобьются». То есть ничего криминального стихотворения про любовь. Ну, сейчас вы поймете, почему я именно на этом делаю акцент. Буквально три года проходит. В эти три года у нас русско-японская война и революция девятьсот пятого года. Меняется круг цитат и, видимо, потому что изменились литературные предпочтения. 1906 год, вот этот чердынский вариант, дает нам совершенно другой набор фраз. Значит, основа это Натсон, Апухтин и Гейне как эволюционный поэт. Пушкин сокращается до четырех цитат из Евгения Онегина и по одной из мелких стихотворений. Лермонтов до двух цитат сокращается, одна из демона. Грибоедов до одной. Ну, блажен, кто верует, тепло тому на свете. Неубиваемая цитата. Используется Крылов. Кстати, в первом варианте он тоже использовался. Зато появляются новые имена. Аннинский, Бунин, Алексей Соловьева, сборник, который, собственно, помог датировать этот комплект. Интерес к революционным переменам в обществе, как кажется, показывают включенные цитаты не только Гейне, но и несколько стихотворений Полежаева. Одно с красноречивым названием «Цепи», ну, а также стихи поэта-сатирика 19 века Василия Курочкина. И, наконец, ковровский вариант 25 карточек отличается малым количеством цитат. То есть, если обычно на одну карточку приходится 5-6 цитат, ну, а остальное значит, вот это либо романсы, либо разговорная речь, либо какие-то пословицы, то на ковровских карточках иногда 2-3 цитаты, а иногда есть карточки, на которых ни одной цитаты нет. Но, тем не менее, возвращается Евгений Онигин, 6 цитат, «Маскарад», 2 цитаты, «Водится Тамбовская казначейша», 2 цитаты, «Горе от ума», 3 цитаты, продолжают использоваться басни Крылова, стихи Нацина, Фета, Алексея Соловьевой, причем тот же сборник ини, и те же Полежаевские цепи. Я думаю, что Тамбовскую казначейшу ввели в связи с интересом к военной теме. Там же все-таки рассказывается про военных, про отношения. Сейчас не скажу, кто там был. Гусары, кажется, приехали в город Тамбов, а в то время, когда был опубликован Ковровский вариант, вовсю шла Первая мировая война. Но такое ощущение создается, что упал уровень образования и упал общий уровень культуры, видимо, в связи с войной, с тем, что уже стало не до культуры. И такое впечатление, что и издатели, и, так сказать, игроки опознают только определенный узкий круг произведений. Но при всей скудости цитат создается впечатление, что авторы текста и читатели вернулись к истокам, хотя вот истоки действительно успели несколько оскудить. И вот, на мой взгляд, события 1904 года русско-японская война и 1905 года революция стали причиной изменения устойчивого круга чтения российской молодежи. Потом 1914 год, видимо, происходит в результате всех этих потрясений возврат к традиции. Традиция оказалась сильнее всяких потрясений, но для восстановления прежнего, так сказать, прежних позиций культуры и литературы банально не хватило времени. Началась новая эпоха, совершилась Октябрьская революция. Правда, после Октябрьской революции флирт цветов как игра совершенно неубиваем, он продолжал использоваться, в него продолжали играть, хотя игру объявили мещанской, то есть она не развивалась. Новые комплекты, видимо, не появлялись или не появились до 60-х годов, когда единственный раз до нашего времени эту игру где-то на юге переиздали. Но я пока я только знаю, что это переиздание было, но в каком виде оно было, было ли оно с новой орфографией или со старой орфографией, ничего не знаю. Но тем не менее, вот сейчас потихонечку, как вы видите, эта игра возвращается. И как вы видите, история довольно забавная, и хотя это самая обычная такая для своего времени обычная игра, обычное развлечение молодежи, на самом деле она, эта игра не может не иметь корней в художественной литературе и в культуре своего времени. Вот что я, собственно, хотела вам, дорогие, рассказать. Если у вас есть вопросы, с удовольствием вам отвечу. Спасибо большое. Ну, вот, вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, что вы занимаетесь, если можно так выразиться, филологической археологией. Просто в буквальном смысле, как археолог что-то такое раскапываете, и потом на основании этих артефактов мы можем восстановить, как вы сказали, о чем пели, о чем думали. То есть это вот прям такая удивительная совершенно вещь. И вот в связи с этим я хотела спросить, как вам кажется, первое, есть ли какие-то региональные особенности, потому что страна все-таки очень большая, и так вот даже судя по этим комплектам, тоже расспрос такой неплохой. И второй вопрос, чего все-таки больше, на ваш взгляд, типологии или заимствований вот в этих карточках на сегодняшний момент, как вам кажется? Ну, что касается региональных, особенностей. Дело в том, что любой город в России, где была газета и, соответственно, была типография, мог такие карточки напечатать. То есть на самом деле я вот считаю, что я нахожусь в некотором начале пути, потому что фактически вот я уверена, что чердынский вариант напечатан там же в чердыне. Мы обсуждали это дело с моей коллегой, которая меня на эту чердынь навела, и у нее была идея, что печатали в Петербурге, а привозили в чердынь. А вот я думаю, что нет, что вполне могли в чердыне напечатать и как бы вот в Пермском крае собственная колонна могла ходить. Но для этого нужно дальше копаться, искать варианты сохранившиеся, их сравнивать. Вот я сейчас вот приедет Екатеринбург, я посмотрю, есть ли связь между Екатеринбургом и Чердынью, потому что это в общем-то один, примерно сейчас один регион, насколько я понимаю. Но вообще да, очень любопытно, потому что ведь по факту они же получаются как символы, которые нужно уметь считать, да, то есть это надо быть очень в хорошей теме, скажем так. да, понимаете, вот. А что касается заимствований или типологии, вы знаете, может быть и то, и то, потому что на самом деле я собственно вот пока мне удалось реконструировать только какую-то часть процесса. Такое впечатление, что стоишь перед огромным, я не знаю, огромной пустошью, заросшей молодыми березками. Ясно, что у пустоши где-то есть конец и где-то есть тропинка, но пока видишь только вот то, что перед тобой, потому что возникает опять же вопрос, кто занимался составлением этих карточек? потому что было очень смешно, когда я нашла первый свой вариант 2019 года, значит, я его нашла на сайте музея душистой радости, это сейчас город Коломна, пытается значит, как-то возбудить к себе туристический интерес, открыли кучу маленьких музейчиков, вот музейчик душистой радости, это музейчик местной парфюмерии, и в связи с местной парфюмерией мыло варят, еще что-то делают, духи делают и решили продавать вот эту самую игру флир цветов, и он у них судя по всему хорошо пошел, я значит добилась до глав этого проекта, тоже железной рукой в них вцепилась, говорю, где купили, у кого купили, где и знаю, мы ничего не знаем, мы купили на аукционе и просто переиздали, ну обычно потом я вела разговоры с теми, у кого я уже покупала карточки букинистические, обычно тоже люди ничего не знают, обычно там допустим досталось от прабабушки и даже люди не знают ну датировки конечно не знают, если прабабушка, ну это где-то вот 4 поколения назад, то есть именно это самое начало 20 века, то есть действительно в некотором роде это такая литературоведческая археология, но на самом деле это у меня первый, как это называется, первый такой мой опыт, потому что когда я начала это свое исследование, я совершенно не представляла, к чему я приду, я была уверена, вот вообще репертуар репертуар все равно ведь можно восстановить, это же тоже очень любопытно, это вот как, знаете, помните, мальчишки там газеты продавали и выкрикивали, вот этот репертуар, он тоже достаточно сложно его сейчас восстановить, это опять-таки только благодаря, если там Куприн что-то записал, там Короленко что-то записал, ну просто, да, вот как-то документировал, и можно восстановить, что они кричали, а так-то их же никто не записывал, конечно, это же бытовая жизнь, ну мало ли кто там кричит точить ножи-ножницы, да, 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 сейчас уже это и не кричат, то есть когда-то, то есть это тоже как бы вопрос и фольклора, и массовой культуры, но это то, что наиболее эфемерно, то, что растворять, то, что вот, допустим, школьные учебники, то есть это вот явление такого же порядка, то, что не хранят, вот, и, ну вот, я и дальше, видимо, буду копаться, потому что любопытно, любопытно, как это все началось, откуда, допустим, эти карты с цветами, они же взялись откуда-то в интернете, явно они потрепанные, то есть их не нарисовали, ну, что называется, язык доведет куда хуже, хоть до Киева, хоть до Магадана, так что вот буду дальше тоже эту тему копать. Очень здорово, желаем вам удачи. Спасибо. Можно мне тоже? У меня несколько вопрос, сколько я хочу поделиться с вами воспоминаниями, которые ко мне пришли в голову на основании вашего Мария Равильевна рассказа. Моя бабушка, к своему студию, точно год не помню, но, по-моему, 1903-1905, что-то в этом роде, у нее был такой песенник, у нее был такой песенник, она вклеивала, правда, без клеенки, такой красивой, тетрадочки, и она вклеивала розы, и не только она, вот приходили ее подружки, и все это тоже показывали, но я-то ее помню, уже взрослая была, то есть это, ну, прям взрослая, даже не девушка, молодая, то есть это где-то конец 20 века, смотрите, как традиция идет. К сожалению, наверное, песенник не сохранился, но вот сейчас я, наверное, в кладовке пороюсь, что-то у меня такие мысли, что он может где-то быть, вот, и у меня такой маленький вопросик, а хризантема, вот что-то вы ничего не рассказывали, у них была вот эта всем известная песня, отцвели уже давно, да, романс хризантемы в саду, а почему? Любовь-то все жива, вот тут хризантема с любовью связана, или с умирающей любовью, я прям вот ясно помню эту картинку, и вот хризантема – это романс, дизантема – это что? Вы знаете, это очень хороший, что называется, хороший вопрос, потому что на самом деле я вот так сходу не отвечу. А там-то вроде она цвела, а любовь все жива, то есть это, наверное, не любовь, а что? Нет, это, знаете, очень забавно вообще в литературном языке цветов, который, кстати, вот в этих песенниках, альбомах сохранялся, потому что у нас в семье свекрови тоже хранился и хранится до сих пор такой альбомчик, то есть это прям такой настоящий альбомчик с замочком, открываешь замочек, а там стихи написаны, то есть это тоже, это происходит из Серпухова, эта ценность, вот. Но в языке цветов было такое правило, что можно было либо состоянием цветка переменить его значение по его положениям как бы в пространстве, ну, например, прямо стоящая гвоздика могла означать жаркую любовь, а гвоздика перевернутая или сломанная могла как бы вот символизировать разрыв отношений, разрыв отношений, от которых больно, потому что перед этим была, значит, горячая любовь. То есть вполне возможно, что эти хризантемы, они отцвели, как бы вот они отцвели, но они становятся антонимом этой живущей любви. Но само значение хризантем, я специально хризантемами никогда не занимался, я так вот постепенно прогрызаю этот наш язык цветов, то есть ведь нужно же набрать контексты, проанализировать их, контексты из художественной литературы, иногда даже из прозы, проанализировать, чтобы понять, что цветы там символизируют. Поэтому вот я до хризантемы просто я еще не доползла. У меня дубы пришел, это трава. У меня сейчас на повестке дубы и ели. Но я думаю, что может я их отложу, действительно порой в хризантемах, потому что ясно, что хризантемы имели определенное значение. И причем в зависимости от цвета они свое значение меняли. Мария Равильевна, скажите, пожалуйста, а вот символика в литературе и символика фольклории, они там совпадают или нет? Потому что вот я знаю, что у Агаткина, вот Татьяна Алексеевна, у нее же там такой большой вообще раздел, там символика всех этих деревьев и прочее. Или это, они не взаимосвязаны с собой? Или все-таки есть какие-то совпадения? Вы знаете, вот то, что я находила, это очень забавно, потому что, как я уже в прошлом году говорила, язык цветов, вот такой салонный язык цветов у нас привнесен. У нас очень много в культуру внесено, но когда его, так сказать, к нам привносят, оно посидит, посидит и вдруг начинает пускать корни. И через некоторое время мы видим, что происходит синтез вот того, что привезли и того, что у нас уже было. Вот, допустим, мак может означать красавицу, насколько я помню, или красоту. И это значение мака чисто русское. Вот, причем, вот у нас же в фольклоре есть такое выражение, да, красна, как маков цвет. Это не значит, что бедная девушка кирпично-красного цвета, она и красивая, и у нее розовые щеки, у нее хороший цвет лица. То есть, на самом деле, я думаю, что постепенно наша русская культура в тот же фольклор вмешивалась вот в эту салонную культуру. Потому что, если вспомнить всех наших поэтов золотого века, у всех няньки-крестьянки, одна Арина Родионовна, так сказать, символ всех этих нянек-крестьянок. То есть, не могли люди уйти от своей культуры. И поэтому вот и маг приобрел значение совершенно, благодаря князю Вяземскому, совершенно не характерное. И если покопаться, вот, например, береза, березу почти не, ну, как бы, ее редко можно встретить в текстах девятнадцатого века. Это не роза, которая вот куда ни плюнь, там нельзя плевать, там роза. Но береза оказывается с одной стороны символом малой родины, ну, допустим, символом поместья, а с другой стороны символом естественности. И вот я очень нашла интересный контекст в одном таком журнальчике девятнадцатого века, там первой половины, противопоставляется сад ухоженный, где цветут розы, ну, едва ли не березовой аллеи. И вот эта березовая аллея, это символ естественности, простоты, русскости, чего-то такого родного. То есть получается, что а в зарубежном из-за тех цветов в зарубежных языках цветов, у березы совершенно другое значение. То есть на самом деле, как всегда, происходит симпс, я думаю. Да, но потом береза, она, конечно, еще в обрядах всегда очень большой значительный, да, там, в кубальских обрядах, там, и миг и так далее. Мне удивительно, что она воспринималась как символ родного. Это то, в чем ребенок жил, пока его, так сказать, не хватали за руки, за ноги, не сдавали французской гувернантке или гувернерке. Спасибо, очень интересно. Так, может быть, еще у кого-то есть вопросы, сдавайте, не стесняйтесь. Мария Иравильевна, а вот у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что в 19-м году в Коломне издали переиздание, да? Да. Есть ли попытки в настоящее время создать, основываясь на каких-то современных наших произведениях, вот что-то такое? Есть ли такое? Вы знаете, я боюсь, что нет, но в принципе, дорогие, вот дорогие участники проекта, мы можем такое дело сделать, а почему бы и нет? Дело в том, что, ну как вам сказать, у меня вообще такое ощущение, что сейчас люди редко собираются и играют вот в такие игры. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я просто, так сказать, не знаю времяпрепровождения молодежь, скорее всего. Но вот насколько я этого реконструктора балов трясла, он мне сказал, что у них это не пошло, что они, так сказать, вот собирая эти свои костюмированные балы, пытались играть, но может быть, такой флирт, ну как, ну вот, допустим, одна из хозяек, так сказать, бывших хозяек колоды, одно из, вот, из химок как раз мне рассказывала, мы с восторгом играли в эту игру, когда нам было 13-15 лет. То есть, ну вот, вот молодые девочки и молодые мальчики, ну вот, наверное, им было бы интересно. Вообще, и поэтому я думаю, что пока эту игру, ну как, ну как-то, ну, она вроде бы и не пошла. Вот были эти издания, но она как бы в массы не пошла. Но на самом деле, было бы, мне кажется, было бы очень интересно попробовать сделать современный вариант, потому что это было бы вот, кроме того, что это могло быть интересно, это еще, вот на мой взгляд, это еще такой эксперимент по социологии чтения. Что сейчас люди читают, что сейчас люди слушают, что люди опознают, потому что на самом деле, вот когда такую карту с предложением получаешь, ну, предполагается, что ты опознаешь этот текст и углубляется значение послания. Ну, потому что, допустим, тот же Натсон со своей заверши сброшено, если прочесть там кусочек, цитату из этого стихотворения и вспомнить все стихотворение, ну, я не знаю, мне бы, допустим, захотелось своему собеседнику тут же предложить, ну, я не знаю, носовой платок, чашку чаю, там, я не знаю, кусок хлеба с чем-нибудь вкусным, только чтобы он утешился. Так что, вот, не знаю, мне кажется, это было бы очень интересно сделать, но пока такого я не знаю, такого никто, пока, насколько я знаю, не делает. Поняла, спасибо большое. А вот скажите, вот еще такой вопрос, а могли ли бы эти карты использоваться, ну, вот, элементарно в гаданиях? Вы знаете, я думаю, что могли. Более того, только сегодня, я, так сказать, дошлифовывая свой текст, обнаружила, что в городе Ростове есть какая-то шарашка под названием Тароман. И вот, значит, они всякие гадательные карты, выделывают, и одна из колод у них, так называется, язык цветов. Я ее выписала. Через некоторое время, 17 числа, я должна ее получить и посмотреть, как гадают при помощи языка цветов. Там обещают на 39 страницах руководство, так что, если это все действительно, так сказать, если с этой стороны можно посмотреть на язык цветов, может быть, не на самую группу флирт цветов, то, может быть, в следующий раз мы поговорим про то, что можно сделать, так сказать, из языка цветов при помощи гадания. Кто знает, а может быть, действительно, сделаем вот такие новые карты, попробуем. тоже интересные. Спасибо большое. Так, есть еще какие-то вопросы? Или уже тогда к докладчику ко второму переходим? Как вообще думать, Мария Равиновна? Ну, я думаю, что если я уже достаточно утомила публику, то давайте... Главное, чтобы вы не устали. Не, не, я совершенно не устала. Знаете ли, это довольно забавно. Я как раз, когда я собирала этот доклад, для меня самой было это настолько интересно, что у меня даже было такое огромное желание вставить романсы. Ну, может быть, знаете, какую-то отдельную встречу посвятить тому, что люди пели на основе этих... Это очень любопытно. Потому что это совершенно бесподобная вещь. Ну, я так поняла, что я все равно этих романсов не наставляюсь. Будет... Я просто время займу и будет не очень хорошо слышно. Но на самом деле практически все можно найти, что интересно. Это очень... Это здорово, что можно все это сейчас так вот восстановить, реконструировать. Вообще, конечно, классно. И вообще услышать вот, так сказать, вечер в гостиной. С изумлением я обнаружила, что какие-то отзвуки вот этой песни «Вино» Соребрянского я слышала в детстве. А, кстати, вот удивительным образом получается так, что, ну, когда в теории, да, изучаешь, ну, и читаешь о том, что есть такие вещи, которые у нас там, мотивы и прочие, да, они уходят из традиции, а потом каким-то удивительным образом они возвращаются в традицию. И каждый раз думаешь, ну, интересно, а как это все происходит? И вот недавно я вот буквально тоже обнаружила, что какие-то романсы, которых, ну, вообще вот они там, да, были в начале 20 века, их вдруг сейчас начинают петь, ну, вот в связи с определенными событиями, которые у нас сейчас происходят, и они вдруг становятся актуальны. То есть вот складывается историческая ситуация, идентичная, и тут же вот они, пожалуйста, вылезли все эти идентичные таким событиям мотивы. То есть ты начинаешь понимать, что в этом наборе правда какого-то кода, правда, все это очень так работает на нашей памяти или на нашей психологии, или на нашей психике, но все вот в целом действительно всплывает. Да-да-да. А какие романсы поют? Я не буду, наверное, сейчас так прям говорить, потому что это немецкие песни, там такие романсы, которые связаны с войной, ну, в общем, такая тематика. Вот, может быть, просто там, если надо, напишу. Вообще, это очень забавно. И это у нас поют или там поют? И у нас, и у нас тоже, да. Ну, я в основном сейчас этот факт для себя обнаружила именно в Ютубе. То, что вот вдруг смотрю, думаю, как это вообще, то есть, ну, национальная такая совершенно там немецкая песня, которую пели, ну, в военных событиях, когда, да, начинает она вдруг всплывать. Вдруг она опять всплывает, ее переводят и... Ну, буквально, можете посмотреть, Рената Литвинова вот недавно сделала эту вещь. Но это не Лили Марлейн очень традиционная у них, нет? Нет, нет, нет. Другое. Тоже считается военный романс, так называемый. Да, да, да. Ну, да, может быть, и он уже, может быть, тоже сейчас всплывет. Просто это такое ощущение, что сейчас это процесс, вот такой процесс возрождения каких-то таких вещей, которые не были нам актуальны, они ушли в такую, как бы, да, в тень, и вдруг вот сейчас складываются некие события, что они начинают становиться актуальными. Когда ты об этом читаешь, это одно, а когда ты вдруг это видишь, да, что, причем это же, вот смотрите, творческие личности, это не мы же, ученые это начинаем доставать из сундуков, а именно творческие личности, они начинают это доставать, и мы просто это обозреваем и фиксируем, как историки, что, ну, ничего себе, факт состоялся, да, и тут все опять начинает актуализироваться. Знаете, у меня вообще было такое ощущение, что 17-й год революция перервал некий процесс, и он его не перервал, а как бы, ну, заморозил, да, заморозил, и в течение вот 80 лет, или сколько там лет у нас это было, наш советский строй, все это лежало где-то в тишине, ну, буквально, что называется, под кроватью, как только культура, так сказать, удерживающая, дала слабину, потом рассыпалась, процесс запустился заново, сначала очень потихоньку, потому что ведь 90-е годы это нашествие другой культуры, для нас, в общем-то, чужой, а вот наша родная культура, она неубиваема, она неубиваема ни городская, ни сельская, она видоизменяется, она приноравливается к новым временам, но убить ее невозможно, вот я, кстати, знаете, Тань, подумала, что вот, ведь раньше пели частушки, кто только частушки не сочинял, а сейчас сочиняют стишки пирожки, и вот, то есть та форма народного выражения, которая была под гармошку с частушками, она никуда не делась, нет гармошки, так сказать, вряд ли кто-то будет стишки пирожки петь под гармошку, но зато есть определенный метрический, вот, так сказать, метрический мой, который никуда не девается, и теперь получается, что у нас вот частушка преобразовалась, и ведь если сунуться в интернет, это так же, как было там, я не знаю, сто лет назад, сто лет назад было море частушек, теперь море этих пирожков, разные одаренности люди, разный, ну, как бы вот, кто-то справляется лучше, видимо, очень образованные люди, делают очень сложные пирожки, роскошные совершенно, я просто пирожками в последнее время болею, я их собираю, гениальные есть вещи, просто, вот, а с литературными аллюзиями, какие пироги, это вообще просто вот убиться сразу. Ну да, похоже, что форма действительно существует, наполняется этим совершенно другим содержанием, да, а так вкладываются в те же самые уже готовые. Вот, кстати, Тань, а можешь сделать какое-то заседание по пирожкам? Надо сделать, точно. Потому что, знаете, вот, так сказать, русская, классическая русская литература в пирогах, потому что я, например, собираю на, ну, кроме всего прочего, есть женщины в русских селениях, ну, вот, вот на эти строки некрасовские, я не знаю, наверное, у меня уже штук десять самых различных пирогов на это дело, это, они бесподобны. Вот мы теперь будем знать, а то у нас была конференция некрасовская, мы прям как-то очень так народ собирали с трудом, теперь мы знаем, кто может сделать так, ой, я про женщину в русских селениях сколько угодно могу, потому что, и вообще по вот литературным аллюзиям, это, знаете, это море разливанное, которое надо еще осознавать. Очень здорово, спасибо. Вам спасибо. Спасибо большое. А давайте позовем, да, следующего нашего доклада. Давайте, вы там, если у нас презентация, значит, там, да, подключаться надо. Да, 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 да. Поможете. Вот я только, вот не очень знаю, как, так сказать, наверное, мне надо и не передать. Нет, нет, вы можете даже, знаете, там, где демонстрация экрана, вы можете на стрелочку нажать, и там есть такой указатель, что может несколько участников пользоваться. А, сейчас я... А, вот совместный дос... А, да, вот вы просто нажмите. Совместный доступ к звуку. Это оно? Нет, нет, там у вас вот несколько человек могут сделать презентацию, вот именно такая зелененькая, в самом-самом внизу зелененький экранчик такой, надо на него навести курсор на галочку, и у вас три строчки вот выскочат. Сейчас, сейчас, сейчас буду... Видите внизу у вас? Нет, не вижу ничего. Ну, имея... Поделиться, поделиться, тогда вот такой зелененький, может быть, он у вас так как-то... У вас микрофон, камера, и потом такой зелененький значок еще должен быть. Все это внизу. У меня, кстати, есть возможность демонстрировать. Может быть, у Инны тоже есть возможность. Сейчас, сейчас. Я сейчас попробовала, нет, у меня не получается. Сейчас, тут написано демонстрация экрана. Давайте я лучше Ине передам на время, и чем я буду тут... Вот я, Инна, я вас делаю организатором, вы тогда, когда расскажете, просто на меня переключите. Хорошо, я попробую. Я тоже. Да-да-да-да-да-да. Всюду уже организатор. Организатор. Да-да-да. Я думаю... Вы сейчас вполне можете. Хорошо. Еще раз всем добрый вечер. Спасибо, Мария Равельевна, за интереснейший доклад. Я первый раз услышала о такой игре. Было очень интересно послушать и очень познавательно. Спасибо большое. И в рамках языка цветов у меня тоже есть доклад. Это доклад по сказке Оскара Уальда «Соловей и роза». И сейчас я запущу презентацию и звучит он следующим образом. Видно, наверное, экран, да? Тема доклада – это образ розы в сказке Оскара Уальда «Соловей и роза». Язык цветов – это особый способ выражения чувств, фраз, в котором роль слов, предложений выполняли цветы, листья, плоды растений и их сочетания. И он сформировался во второй половине XVIII века. И раньше литература ведения сказку Оскара Уальда «Соловей и роза» не рассматривали никогда с точки зрения языка цветов. Ученые рассматривали, например, Екатерина Сергеевна Куприянова, говорит о пространстве в сказке Оскара Уальда, о символическом объединении, традиционно противопоставленных друг другу топосов, леса и сада. Валова Ольга Михайловна говорит о обрамлении в сказках Оскара Уальда, о присутствии в них традиций романтизма. Степанова говорит о художественном стиле писателя. Сказки Оскара Уальда это художественное воплощение философии эстетизма. Сказки писателя дают широкий спектр интерпретаций сюжета, описанного в них. Сам Уальд в письме к Тому Хатчинсону от 13 июля 1888 года писал следующее, цитирую, в сказке может быть заключен не один смысл, так как создавая эту и другие сказки, я начинал не с того, что брал готовую идею и облекал ее в художественную форму, а наоборот, начинал с формы и стремился придать ей красоту, дающую в себе много загадок и много разгадок. Исходя из этого убеждения, интересно проанализировать сказку соловей и розы с точки зрения языка цветов. Следует отметить, что на рубеже веков как раз конец 19-го, начало 20-го века, в это время живет и творит Оскар Уайт, язык цветов изменяется. И именно эти изменения можно и наблюдать в сказке. Как известно, розы – это самый распространенный символ в мировой культуре, и этот цветок является самым упоминаемым в произведениях и непосредственно в языке цветов. В словарях встречается множество трактовок розы. Особое внимание мы обратили на следующие словари, их можно видеть на слайде, на такие как «The Languages of Flowers», «The Languages of Flowers Elastory Poety» и другие. Если посмотреть на датировку, то некоторые из этих словарей были изданы во время жизни Оскара Уайльда и, в принципе, возможно, он был знаком с этими словарями. И в данных словарях говорится о трактовке розы. И если рассматривать в целом значение розы, то она трактуется как символ любви и как символ красоты. История… Инна, извините, пожалуйста, я вот секундочку вас прерву. Если у вас была задумка, что презентация должна двигаться, то она не двигается, пока мы так и сидим на вашей главной страничке «Образ розы». У меня такая задумка не была. Я уже… Вот. Я чувствую, что словари должны появиться. А сейчас так видно? Да-да-да. Сейчас словари. Тогда я вкладываю вот таким вот образом. Не буду делать на полный экран, чтобы задвигалось. А то мы просто чувствуем, что что-то там мимо нас проходит какая-то прелесть. Спасибо. Спасибо. Извините. Нет, ничего страшного. Тогда вот на этом слайде изображены словари, которые я очень кратко упомянула, а вот остальные можно сейчас как раз наблюдать на слайде. И я сказала, что остановилась на том, что образ розы в целом трактовался как символ любви и символ красоты. Но эстетизм Оскара Уальда необходимо рассматривать с традицией романтизма, античности и также для Оскара Уальда оказывается важен символ. И с этой экспозиции следует рассмотреть образ розы в сказке Уальда. И думается, что роза является символом жизни, а не символом любви, поскольку Оскар Уальд изменяет акценты в своем произведении. В первую очередь следует иметь в виду традицию романтизма. О этом говорили очень многие ученые, их работы и самих ученых можно видеть на слайде. Здесь важно учитывать принцип двоемирия, который является ключевым в романтизме. И, несомненно, у Оскара Уальда принцип двоемирия тоже присутствует. Героев сказки четко можно поделить на два мира. Это практикал и практикал, то есть мир практичный и мир непрактичный. В практичном мире проживает студент, дочь профессора, а к непрактичному миру мы относим соловья, розу, луну. Именно на противопоставление двух миров будет строиться описываемая концепция. Романтизм всегда привлекал Уальда, потому что искусству, красоте, творчеству уделялось особое внимание. Помимо этого, необходимо обратить пристальное внимание на образ соловья. Многие исследователи подчеркивают, что соловей – это поэт и значимая фигура в сказке. Куприянов в своей работе «Тексты пространства в сказках Уальда» считает, цитирую, что настоящим героем повествования можно считать лишь соловья, поскольку он вынесен первым заглавием и поскольку именно соловей создает розу. Однако, думается, что не все так однозначно, и образ розы в сказке является ключевым. А соловей выполняет особую роль поэта, ту, которая не звучала в романтизме начала прошлого столетия. Романтизм, ой, соловей, он творит жизнь. И в этом плане необходимо обратить пристальное внимание, о чем плачет студент. И в целом об этом не говорится литература ведения, между тем, на это следует обращать внимание. Уальд так строит свой текст, что с одной стороны это не совсем понятно. Студент плачет о красной розе или о том, что дочь профессора не будет с ним танцевать. Следует отметить, что о красной розе говорит только соловей, а студент плачет не о розе, а непосредственно о танце, потому что дочь профессора не будет с ним танцевать, потому что у него нет этой красной рози. И он плачет о жизни, которую жаждет познать, но не может, потому что не в силах ее понять. Иными словами, Студент плачет о практичном мире, в котором желает быть значительным и счастливым. Студент понимает танец согласно своему практическому видению. И, следовательно, возникает вопрос, а что же такое танец для самого Оскара Уальда? И Куприянова, опять же, в своей работе «Концепты пения и танца» в метатексте прозы Оскара Уальда отмечает, цитируя слова Ольги Михайловны Фрейнберг, что танец связан со светом, с новым слиянием солнца, с его рождением. И думается, что через танец такой некий магический обряд должен произойти, как раз переход из мира мертвого в мир живой. Студент с девушкой должны соединиться и познать новые для них чувства, любовь. А красная роза, как символ жизни, должна произвести это соединение. Значит, выходит, что студент лишь мечтает о танце, но на самом деле он не может танцевать с возлюбленной, поскольку не понимает смысла красной розы. При всем сходстве с романтизмом у Уальда есть большие различия. Здесь важно обратить внимание на символ. Символ вообще это предмет, образ, за которым скрывается нечто высокое, духовное. Также здесь важно отметить, что символ многозначен и существует много работ, которые посвящены символике Оскара Уальда. Они также представлены на слайде. Что касается романтиков, то для них жизнь это и есть любовь. Но у Уальда немного иная парадоксальная позиция. Всем известно, что Уальд это мастер парадоксов, сопоставление несочетаемых идей и понятий. По этому поводу тоже написано большое количество работ. Так вот, Оскар Уальд разделяет между собой любовь и жизнь, потому что розу мыслить можно не столько символом любви, сколько символом жизни. А жизнь для Оскара Уальда это творчество, а творчество это значит жизнь. И в практичном мире, который представлен в сказке, нет ни жизни, и творчества тоже нет. Многие поэты и писатели воспевают розу и ее красоту. Они называют ее дочерью неба, украшением земли, славой весны. И вот как раз в поисках этой красной розы соловей облетает несколько кустов, пытаясь ее найти. И первый куст, к которому прилетает соловей белого цвета. Традиционно белый цвет ассоциируется с чистотой, непорочностью, невинностью, целомудрием. Но не все так однозначно. В практичном мире отсутствуют все эти светлые чувства, которые символизируют белые розы. И доказательства этого суждения можно найти в тексте. Дочь профессора будет танцевать со студентом, если он подарит ей любовь, розу. Но в реальности происходит немного по-другому. Роза как символ любви, он обесценивается. Почему? Потому что эта роза не подойдет к платью, потому что племянник Амергера прислал настоящие украшения. И под настоящими украшениями девушка понимает не чувство, не любовь, а обычные материальные вещества. Она говорит, что украшения стоят куда дороже цветов. Что касается студента, то он мечтает лишь о практичных науках, и все свободное время он изучает логику, философию, математику. И лишь ненадолго отвлекается от учебы под предлогом влюбленности в дочь профессора. У Альтмастер парадоксов, как уже было отмечено, и он сталкивает между собой совершенно разные понятия. Это любовь, философия, ум, сердце, рассудок, чувства. И выходит, что студент не способен испытать и понять настоящее чувство, потому что он практичен. И мир, в котором живет соловей, он мертвый. В нем мертвые люди, в нем нет чистоты, непорочности, и он весь пропитан неправдой, жадностью и богатством. Следует обратить пристальное внимание на диалог, который происходит между соловьем и между студентом. В диалоге каждый говорит о своем. Соловей говорит о мистической натуре любви, о студенте практической жизни. Соловей просит студента быть счастливым, be happy, потому что он будет иметь красную розу, он будет иметь другую жизнь. Также он хочет, чтобы студент был верен своей любви. Но, к сожалению, студент не способен понять его, и после таких слов соловья студент приходит лишь к своим практичным выводам. Он говорит, что у соловья нет чувств, что он похож на большинство художников, is like most artists, что он полон изящества, но в нем нет ни капли искренности, что он не принесет себя в жертву ради других людей. И единственное, о чем думает соловей, он думает о музыке. И для студента пение соловья, оно не может принести никакой практической пользы, и поэтому он делает вывод, что оно бесполезно и бессмысленно. Что же касается куста с белыми розами, то он является связующим звеном между двумя вот этими мирами, practical and practical. Потому что в практичном мире говорят о чистоте, говорят о невинности, но на самом деле в мире этого нет. В конечном итоге связь и соединение между мирами разрывается, так как куст не может дать соловью того, чего нет в этом практичном мире. Второй куст, которым подлетает соловей, это желтый, и на языке цветов 19 веке желтая роза была как раз символом ревности, символом зависти. То есть, как уже говорили ранее, все негативные вот эти вот коннотации, они присущи желтой розе. И всем этим как раз и наполнен практичный мир. И подлетая к кусту, соловей вновь просят дать красную розу, но ничего не выходит, потому что роза желтого цвета. Интересно сравнение куста. Цветы желтые, как волосы русалки. Напрашиваются сходства с ламией. Известно, что ламия – это дочь Посейдона, она обитает в водных источниках, их задача ламия – это обольщать юношей, а потом губить их. И только такую ламию способны видеть люди практичного мира. И она представляется им силой губительной. Но на самом деле не все так однозначно. Джон Киттс, родоначальник эстетизма в Европе, именно он оказал огромное влияние на Оскара Уайта как поэта. И у Альда было близко его отношение Джона Киттса к искусству. И у него есть поэма, которая так и называется «Ламия», с которой у Альд был знаком. Поэт-романтик повествует историю о женщине-змее, которая влюбилась в прекрасного юноша. Но Киттс не описывает ламию жестокой мбиции, когда гласят мифы. А поэт подчеркивает сложность своего персонажа. Киттс находится сам в затруднении. Кто же такая ламия на самом деле? Она сельфида злосчастная, возлюбленная демона прекрасная, или же она сама демон? Поэт не дает ответа на этот вопрос. Единственное, в чем убежден, что в поступках ламии нет злого умысла, и она хочет любви. Но, к сожалению, такая ламия может существовать только в реальном мире. А в мире практичном она может явиться только в образе женщины-змеи. Интересно заметить, что желтый куст растет возле солнечных часов, которые символизируют состояние шумного и веселящегося мира. Желтый куст не в силах помочь соловью, потому что он весь пропитан практичным миром. И, наконец, третий куст, к которому подлетает соловей, это красный, говорит. Мои розы красные. Это как раз то, что искал соловей все это время. Известно, что красные розы – это символ любви, страсти, но такая трактовка сказки является слишком очевидной. Уэль отменяет акценты, и для него роза становится символом жизни. И только у красного куста может быть создана роза, потому что мир практично говорит о ней. Девушка хочет, чтобы соловей подарил ей розу именно красного цвета. Показательными являются и слова куста. Он говорит, что соловей должен стать частью его, беком ми. Иными словами, соловей должен подарить жизнь розе, чтобы она в дальнейшем подарила иную, новую жизнь студенту, а роза была бы проводником в новую жизнь. Соловей создает розу под свое пение. Это пик творения. Здесь важно обратить внимание на следующую фразу – «Роза is finished». Перевод дословно звучит следующим образом. «Роза завершилась» или же «создание розы завершилось». Известно, что слово «finished» в английском языке имеет несколько значений. Первое – это «закончили», второе – это «готовый». В русском переводе это звучит так. «Роза выросла». Между тем думается, что не совсем верно. И в данном случае следует учитывать первое значение слова «finished» как что-то нечто законченное. И именно эта законченность важна для концепции Оскара Уальда и для концепции розы как таковой. Роза была завершена. То есть роза закончилась, когда наступил день. И в течение дня роза существовать не может. Она померкнет, она будет уничтожена. То есть по ней проедет телега и раздавит на нее. И недаром куст постоянно просит, чтобы соловек как можно крепче и как можно ближе прижался к нему, чтобы день не успел их настигнуть. Куст боится так наступления дня, потому что мистическая сущность, которая материализуется при свете Луны, приобретает четкие очертания до становления дня, так как в это время начинает доминировать царство практичного мира. В этом мире не может существовать ни роза, ни соловей, как ее создатель, а у куста в этом мире нет красных роз. Здесь следует обратить внимание, что куст растет под окном студента. Но если вспомнить, то в саду у студента нет ни одной красной розы. Это логично, их не может быть, потому что они невидимы при свете дня, и они непоняты и неосознаны в этом практичном мире. В данном эпизоде главной для Оскара Уальда становятся идеи метаморфозы, которая возникла в античности. Античность – это как раз та традиция, которая важна для Уальда, и именно эта идея, воспетая о виде, является значимым для писателя. Доказательством этому суждению может послужить создание соловьем лишь одной розы, хотя на кусте произрастает много цветов. My roses are red. В этом и заключена идея метаморфозы, идея вечной жизни в природе. Думается, что вышеизложенная мысль также связана с идеей вечного возвращения в Редриха Ниши, и многие литературы и леды обращают внимание на сходство Уальда и Ниши. Говорят, что у Уальда прослеживаются нишанские идеи. Яковлево в своей работе говорит о выпадах Ниши и Уальда против морали, цитируя при этом Томаса Манна. Титова говорит, точнее подчеркивает философскую интуицию Ниши и Уальда, исследует способ парадокса, как способ мышления этих авторов. Валова говорит о отношении к нигилизму Уальда и Ниши. Колесников пишет, что у Ниши главное постепенное пробуждение денисийского духа. Сам Фридрих Ниши описал идею вечного возвращения в своей книге, так говорил Заратустра. И философ верил, что все мгновения возвращаются, и в мире ничего не пропадает бесследно. Это вот как раз сейчас зачитаю цитату. Все уходит, все возвращается, вечно вращается колесо бытия, все умирает, все вновь расцветает, вечно бежит год бытия. Для Ниши является главным возвращением всего существующего. Возвращается, как и радость, и горе, и страдания, и разочарования, и счастье, все это вернется. Для Уальда главное возвращение искусства и возвращение создателя, и его творения. Словей умирает по сюжету, но так ли это в художественном и поэтическом мире? Внутреннее прочтение, которое основывается на концепции Уальда о мире, о прекрасном, на переосмыслении им языка цветов, говорит об обратном. Идея вечного возвращения – это классическая вечная идея, фатальная идея цикличности бытия вселенной и повтор всего сущего, и в том числе повтор творения. Поэтому смерть Соловья является лишь атрибутом сюжета, но творец не может умереть. Он вечен в своем творении и проглядывает сквозь него, и живет благодаря нему. Описываемой концепцией есть идея вечного возвращения, эстетически переосмысленная Оскаром Уальдом. В идее вечного возвращения стираются границы между конечным и бесконечным. Об этом говорили романтики, и у Уальда прослеживается нишанская идея – это рождение трагедии из духа музыки, где происходит рождение благодаря музыке, рождение розы и непосредственно рождение трагедии. А раз так, значит, мы приходим к античной мысли, вечной метаморфозы бытия. Также в сказке Оскара Уальда день пройдет, наступит новая ночь, она будет такая же мистическая, как и любовь, будет новое создание, и Соловей снова-снова будет петь и создавать только те розы, которые будут олеть ночи в непрактичном и никому не видимом мире. Но это не может быть ощутимым при свете дня. Также следует обратить внимание, что при сияющей луне происходит рождение не только любви, но и самой жизни, который торжествует над смертью. Образ луны был значим для романтика. Он являлся главным воплощением красоты и величественности. Китцем была написана поэма «Эндемион», где он повествует о любви юношек богини Цинтии. Также о луне писал поэт-романтик Перси Шелли. И для Оскара Уальда «Луна и ночь» тоже имеет большое значение. И это подчеркивают исследователи. Также представлены несколько работ на слайде. «Ночи луна объединены загадкой, тайной, нечто необъяснимым и прекрасным. И обращение к луне – это не только художественный прием, но и воплощение идеи власти иррационального. Во многих произведениях Уальда, как считает Ольга Михайловна Валова, луна призвана подчеркнуть принципиальную глубину и непостижимость, непознаваемость мира, его сложность и неоднозначность. И неудивительно, что люди практичного мира не замечают этого. Они спят, пока происходит сотворение самой жизни. Таинство любви способно совершаться только в ночное время, потому что именно ночью приоткрываются завесы того, что не поддается обычному логическому объяснению. И именно поэтому Оскар Уальд вводит образ луны в свои произведения, чтобы показать такое могущество даже мира иррационального. И таким образом, благодаря языку цветов, можно сформулировать следующие выводы. Роза в сказке «Соловей и роза» является символом жизни. «Соловей не умирает, его творение и он будет существовать вечно». В этом и заключена идея вечного возвращения, идея метаморфозы. Роза создается только ночью, только при лунном свете, так как в это время царит и доминирует мир непрактичный. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Какая будет реакция у Марии Равильевны? Прежде всего, интересно. Вы знаете, на мой взгляд, вы сделали очень интересную работу. И вы абсолютно правы, что рубеж веков – это такое время переосмысления символов. Вы абсолютно правы, потому что даже вы правы, что и роза приобретает новые значения. И, что самое забавное, как бы рассыпается старая система. То есть символы остаются, но они начинают наполняться новым содержанием. Забавно, что луна в английской литературе в течение всего XIX века, начиная с готических романов, становится символом как раз не непрактичного мира, а вот символом таких процессов по сути своей отрицательно. Потому что во тьме, освещаемой бледной луной, совершаются самые разные злодеяния. И тут даже получается, что и значение луны меняется по сравнению с тем, что еще с тем значением, которое та же луна все еще имеет в викторианской литературе. То есть это действительно очень интересно. Уальт вообще интересный человек. Да, и вот если про луну тоже сказать, у него ведь есть пьеса «Соломея». И вот там как раз одно истолкование образа луны как символа смерти. Она нагнетает эту обстановку, и она же и является действующим героем повествования. То есть ей особая роль отведена. То есть тут разные значения происходят. Да, 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 да. То есть символ объемен. В нем может быть много значений. Они могут сменять друг друга. Может быть, они там застревают какие-то значения, друг сквозь друга проглядывают. Так что это, на мой взгляд, очень интересный доклад. И рубеж веков вообще с этой точки зрения, с точки зрения перемен изучать очень интересно. Вот я, кстати, знаете, не могу, как обычно, не вспомнить о Александре Николаевиче Веселовском. В 1898 году он издал такую небольшую статью, которая так и называется «Из поэтики Розы». Из поэтики Розы. И вот он, все, о чем мы сейчас говорим, он там тоже стремился проследить. Вот как Роза, он пишет, вот Роза, она затерялась среди экзотической флоры современной поэзии. Но еще не увялий по-прежнему служат там же целям символизма, выразителями которого были в течение веков, вот, значит, было выражение веков ее символ. И он здесь пишет, что часто нам кажется, что Роза – это символ красавицы, милой девушки, а есть и такое, что Роза – символ смерти. Ну, и, в общем, мы там на эту тему много всего про этот символ говорит, как в разных культурах, как в разных литературах, как эксплуатировался в средние века этот символ. Ну, в общем, вот, если надо какое-то авторитетное мнение процитировать, то я всегда тоже отсылаю ребят к Веселовскому. Вот из поэтики Розы можно тоже его взять, когда он был за основу. Да, это удивительно. И он, кстати, очень тоже любил брать такие примеры, которые, как мы сейчас сказали, на стыке. Потому что на стыке, правда, самое любопытное происходит. Одна парадигма меняется на другую парадигму, и вот в данном случае, конечно, совсем другой может получиться смысл. То есть смещение каких-то вот таких вот в этом внутри самого символа, смещение каких-то таких символичных, смысловых именно, смысловых пластов. Да, да, да. И вообще надо этим очень любопытно наблюдать вот с таким анатомическим даже каким-то интересом, как это происходит. И это очень здорово. Вы как раз именно показали, потому что у вас вот именно такая как будто бы задача и была. Ну, видимо, действительно... Да, Веселовского обязательно надо взять. Да, я уже пометила. Это мощный авторитет. Да, у него там этот психологический параллелизм, и там много всего, где как раз про символ цветка, не только розы, поэтому он может пригодиться. Даже с точки зрения, вот когда вы его будете читать, у вас, ну, такая какая-то, знаете, уверенность какая-то такая, даже теоретическая база появится. То есть ощущение такой, потому что это историческая поэтика, и будет просто из самой многие вещи откроются, они будут понятнее. Потому что понятно, что мы все растем на ком-то, да, и вот это хороший такой атлант в нашей науке, на плечах которого стоять надежно. Да, да, абсолютно согласна. Может быть, еще есть какие-то вопросы у наших слушателей? Может быть, у Лизы Денисевича есть вопросы? Лиз, как вы? Всегда у вас, по-моему, интересные вопросы возникают. Здравствуйте всем. Да, вопросов больше нету. Спасибо всем за доклады. У вас хорошие вопросы были, которые больше раскрыли информацию мне. Спасибо. Вам спасибо. Так, ну, в общем, я смотрю, больше так особо реплик никаких не будет. Может, Лена Кислицына что-нибудь скажет? Нет. Поздравляю вас с поздравлением, Лизу, поздравляю вас с выступлением. Очень интересно. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Ну, мы все, видите, это очень здорово, мы все друг у друга учимся. Мы у вас, вы у нас, поэтому это на самом деле очень замечательно. То есть сегодня мы таких два сильных доклада услышали, да, и наставника, и ученика, и каждый, наверное, сейчас задумался о том, чтобы дальше как-то уже совершенствоваться в этой нашей профессии, и теоретически, и методологически. Поэтому я думаю, что мы получили все большую такую пользу и хороший урок для себя в том числе, да, и взрослые, так я имею в виду, что и молодежь. Спасибо большое. Спасибо, Мария Равильевна, спасибо, Инна. Спасибо, дорогие. Я так понимаю, что мы уже часа два сидим, то есть надо нам все-таки разбегаться. Ну, хорошо сидим. Я тоже всех благодарю, потому что это еще была такая возможность повидаться, так сказать, с друзьями, которых давно не видел. Так что, в общем, большая радость. Точно, точно. Тогда спасибо, да, тогда, наверное, будем завершать нашу сегодняшнюю школу молодого ученого. Всем крепкого здоровья и творческих успехов. Большое спасибо. Спасибо. До новых встреч. Вы тогда переключите на меня, чтобы у меня там все сработало. Да-да-да, сейчас. До свидания. До свидания. Мне, пожалуйста, только скажите, как это сделать. А вы открываете там дополнительно, и в дополнительном есть сделать организатором. Сейчас я это найду. А вы мне тоже пришлете? Конечно. Вот эту вот запись, мы ее поместим на наш слайд кафедральный, чтобы у нас все было спонтанно. Хорошо, хорошо, обязательно. Спасибо, до свидания. Спасибо. Никак не найду. Ой, ничего страшного. Мария Раэль, никак не найду, как переключить. Значит, дополнительно? Я не вижу дополнительно. А это, знаете, надо на себя навести стрелочку, и у вас сразу дополнительно высветится. Не получается? Звук, видео, фон. А прямо на свое имя? Вот прямо на себя? Нет, не понимаю, почему не получается. Ну, это значит, просто мы с вами пока не справились, но это не страшно. Ничего страшного, ничего тут не удалится? Нет, я думаю, что не удалится. Тогда, Инночка, я с вами прощаюсь. Извини, что так получилось. Не знаю, как тут выйти. Ничего, значит, вы нажимаете на «выйти». Хорошо, все, тогда вполне возможно, что увидимся в городе Владимире. Хорошо, будем ждать гостей. Спасибо вам большое. До свидания, всего хорошего. До свидания.